В двух метрах друг от друга те, кто из-за эпидемии и так уже за чертой бедности, ждут сумки от мэрии с бесплатной едой. Немного фруктов, овощей, крупу и молоко получают новоиспеченные безработные. Я работала в сфере развлечений. В ресторанах мы устраивали мероприятия. Теперь я не работаю, и я бы очень хотела хоть куда-то устроиться. А вы уже получили чеки от правительства? Да, я вчера получила свой чек. Как раз заплачу за аренду квартиры. На разовые выплаты налогоплательщикам выделены миллиарды долларов. Хотя в половине штатов, заболевших не так много, предприятия там все равно закрыты. Трамп решил снова открыть Америку. Губернаторы будут уполномочены вырабатывать такой подход, который отвечал бы самым разным обстоятельствам в их собственных штатах. Штаты очень разные. Если кому-то нужно оставаться закрытыми, мы позволим им это сделать. Если они посчитают, что пришло время открыться, мы дадим им свободу. И руководство для выполнения этой задачи. Инструкции прилагаются. Если две недели в штате, нисходящая по числу заболевших, можно переходить к первой фазе. На улице выйдут все, кто не в группе риска. Главное соблюдать дистанцию. Не будут работать бары и школы, спортзалы и церкви откроются. На втором этапе ученики вернутся к занятиям, рестораны начнут принимать посетителей. Этап третий снимет практически все ограничения. Вы можете назвать это новой реальностью, называйте как хотите. Но даже если вы находитесь на первом, втором или третьем этапе, ничего еще не кончено. Это просто способ защитить нас. Главный инфекционист США за 200 дней до президентских выборов популярнее любого из кандидатов. Седому врачу в очках американцы верят больше, чем политикам. Компания по производству игрушек собирается выпускать фигурки доктора. Бармены Вашингтона по-своему вписали его имя. Коктейль Фаучи. Здоровые ингредиенты. Лимон, имбирь и немного джина с клубникой. Заведение работает только на вынос. И Фаучи уносят с собой чаще всего по 300 заказов в день. Фаучи находит общий язык с политиками из разных партий. Он как голос знания и сострадания сейчас. Он очень популярен. Врачи сейчас главные герои. Вот и надпись на окнах одной из больниц, где спасают от коронавируса. Их лица часами, под очками и масками. Медики крепят на спецодежду свои фотографии, из которых улыбаются, чтобы пациенты в реанимации видели хоть что-то жизнеутверждающее. Интересно, что большинство наших пациентов это молодые люди, без каких-либо серьезных заболеваний. Кто и как болеет за решеткой, непонятно. Официально в США около 2000 заключенных заражены коронавирусом. Но реальные цифры выше в разы. У Константина Ярошенко, как и у его сокамерников, симптомы ковида. Но их никто не лечит и не обследует. Россиянин считает, что все в тюрьме, где он отбывает наказание, подхватили вирус. Тюрьма, к слову, в Коннектикуте, северо-восток США. Зона вокруг Нью-Йорка повышенной зараженности. Там все настолько плохо, что губернаторы вынуждены ужесточать режим в своих штатах. Политика паузы, политика закрытия будет продлена в Нью-Йорке в координации с другими штатами до 15 мая. С сегодняшнего дня все водители общественного транспорта, водители такси и водители по найму обязаны работать в масках. Но есть и другие примеры. На одной трети территории США случаев коронавируса не было уже неделю. Трамп утверждает, часть штатов начнет снимать ограничения в ближайшие дни. Ситуация какая-то сюрреалистичная. Никого нет, всего несколько человек. А ведь это аэропорт Чикаго. Чикаго один из самых загруженных аэропортов в мире. 250 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас на посадку приходят 2-3 человека. В Лос-Анджелесе 95% рейсов отменены. Даже после терактов 11 сентября летали больше. И план Трампа по открытию Америки отрасль, конечно, взбодрит. Боинг уже объявил, с понедельника завод в Вашингтоне возобновит работу после трех недель простоя.